окей мы дальше продолжаем серию по microsoft teams и сегодня мы продолжим над заданиями а именно о их оценки здесь я создал команду специально тестовую для того чтобы проверить как же будет выглядеть задание для наших учащихся и как мы будем их оценивать далее здесь у нас идут публикации мы сразу же переходим на задание и типы заданий по рубрику у нас было в второй части нашего нашей серии здесь потом выйдет такое уведомление на вторую часть нашего видео и можете потом это все просмотреть сейчас наша главная задача это посмотреть как выставляется оценки и больше как оценивается работа учащихся и давайте быстренько создадим какое-нибудь задание так задание 1 выбираем категорию примеру домашние можно добавить любое другое инструкцию выполнить так выполнить в самом документе ну чтобы там от ведь отвечали примеру на качественные задачи ну и самое главное это добавляем наш ресурс то есть тот документ который мы хотим им отправить это может быть любой документ как word pdf и так далее здесь выберем какую-нибудь любую вот здесь я выбрал именно то что у меня находится в андрайве либо же можете добавить своего собственного устройства окей нажимаем attach у нас здесь загружается наша копия далее первые что мы посмотрим это как выставляется баллов примера здесь поставим 10 баллов без критериев оценю потому что критерий оценю когда мы будем добавлять данные рубрики то тогда баллы просто не будет усечиваться все здесь у нас назначаем на тестовую команду для заданий должны будет ответить все учащиеся но мне здесь всего один ученик и дата выполняем дата выполняю ставим на завтра до 12 часов ночи окей нажимаем назначить дальше она у нас все прогрузится и придет уведомление нашим учащимся то что преподаватель добавил данное задание теперь давайте зайдем через ученика вот здесь у нас есть команда и зайдем тестовая команда для заданий она у нас перейдет и здесь в общем у нас должно высветиться да вот даже появился давление саймонс тестовая команда и вот до 18 марта у нас написано мы должны это с вами выполнить сразу же здесь в публикациях на то есть можно не заходить в задание сразу же где публикации заходим view assignment и ученик открывает данное задание увидите ваши инструкции это закроем все инструкции и сам же этот документ соответственно окей вот здесь и не говорится то что возможное количество баллов это 10 а вот они наши инструкции выполнить самом документе в кей что теперь мы можем с вами делать это либо же добавить работу умеру мы хотим это все распечатать и прикрепить как сканированные какие-нибудь документы а вот здесь то же самое какие и у преподавателя выходят документы с вандрайва либо же новый файл мы можем добавить и так далее либо же с команды которую он уже работал далее это нам не нужно мы выполним в самом документе теперь здесь есть такие три точки то есть параметры до вложения можно будет открыть в тимс то есть у нас будет здесь окошко либо же открыть и word ну это уже нужно будет скачивать на компьютер office 365 либо же можно открыть word онлайн мы откроем сразу же в тимс либо же скачать естественно мы сразу же откроем здесь в тимс и в этом маленьком окошечке у нас выйдет сам этот документ сейчас он у нас прогрузится ну вот прогрузился наш документ это как обыкновенный ворд у нас здесь идет можно понять те же самые функции ну конечно же функционал немножко урезан чем версия которая у нас находится на компьютере примеру на первый вопрос он пишет ответ написал ответ 1 и на 2 и так далее можно же конечно это все прикрепить какие-то рукописные записи и что очень удобно можно также продиктовать если к примеру вам не печатать да и так далее и так далее ученик вот это может все удалить и загрузить свои решения также можно будет выделить примеру здесь типа я не понял пример этот вопрос либо же добавить к нему уже примечания до типа здесь я не использовал то-то примеру ну просто так для примера чтобы показать и вот здесь у нас высится комментарий для нашего преподавателя так все мы ответили к примеру наш ученик ответил на этот вопрос он его закрывает и и здесь же мы можем на его сдать нажимаем на сдать и после сдачи нашему преподавателю вот кстати здесь очень такие интересные анимации после сдачи далее можем перейти оценки после того как преподаватель соответственно нас оценит да но сейчас ничего нету и вот к примеру вот мы до сдали задание но здесь стоит у нас просто 10 из 10 то есть мы еще наш преподаватель не выполнил проверку нашего задания окей возвращаемся к преподавателю можем зайти в оценки ну либо же в задание то есть в двух местах можно посмотреть кто сдал задание до для проверки и вот у нас стоит наш ученик мы кликаем на три точки и нажимаем открыть работу учащегося чтобы просмотреть что он в итоге сделал здесь кстати и до этого был немножко такой баг если слишком быстро напечатать и ответы некоторые не сохранялись поэтому нужно буду на это все обращать внимание и вот то что сделал ученик ответ 1 ответ 2 и выделил желтым цветом все это показывается в нашем документе то есть не нужно ничего скачивать и смотреть далее давайте посмотрим здесь вот у нас есть какое-то примечание которое мы ученика оставил нам да может быть какое-нибудь пояснение да вот я здесь я не использовал сай можно написать ок и ему отправить далее оставляем улцу в примеру хорошая работа либо что там обратить внимание на что-нибудь такое тогда и выставляем балл примеру 9 из 10 и нажимаем вернуть то есть мы отправляем учащемуся чтобы он это все в итоге просмотрел сейчас у нас прогружается все мы поставили 9 из 10 и кстати здесь есть такая вкладочка как журнал можно будет посмотреть когда мы назначили это задание да вот когда мы назначили 17 марта было просмотрено 1352 и нам сдано и так далее и так далее и мы мы вернули в этот же день окей закрываем и здесь вот во вкладке оценки все мы видим то что у нас из 9 из 10 баллов и перейдем к обратно к нашему учащемуся так давайте обновим наши оценки и здесь у нас да вот возвращено 9 из 10 баллов и можно будет заново его посмотреть может быть были какие-то комментарии вернемся к заданиям назначенных нету вот у нас они будут находить находиться все выполненных кликаем на задание вот отзыв нашего учителя до хорошая работа обратить внимание и балла соответственно потом можно будет также открыть данный документ и сдать его то же самое повторно например выполнить работу над ошибками и так далее это у нас был один из типов заданий и можно будет создать еще некоторые примеру нажимаем на задание сейчас мы быстренько создадим задание именно с рубриками нажимаем на задание а тест у нас есть видео здесь будет а также ссылочка на создание microsoft форумс так здесь напишем тест с рубриками категорию ну пускай будет опять домашняя либо же можно добавить какую-то новая инструкция выполнить в этом же документе или отправить скам также можно добавлять там выделять жирным до полу жирным и в общем-то обыкновенное форматирование добавим какой-нибудь ресурс здесь уже не важно сейчас лишь бы для теста вот мы добавляем документ и далее здесь уже баллы не ставим а именно добавляем критерии оценивания то есть обыкновенный критерий оценивания который мы разговаривали во второй части вот здесь можно уже выбрать рубрику которая была ну давайте быстренько создадим уже критерии оценивания так у нас обычно идет 3 да и здесь пишем критерий 1 здесь его описание рубрики века 1 2 и рубрики 3 и так далее добавляем еще один критерий пускай будет 2 и здесь рубрика 1 1 рубрика 2 2 и рубрика 3 3 все мы с вами добавили название критерий оценивания для примеру второго задания описание можно не писать и здесь кстати можно добавить баллы примеру если отлично это три балла хорошо 2 и здесь 1 ну это вы уже можете настраивать сами да к примеру не антично хочу четыре балла поставить на хорошо 3 и так далее ну либо же просто можно его убрать окей нажимаем на вложить сейчас мы делаем критерий оценивания без баллов и соответственно здесь таки будет написано без баллов до основной все не трогаем назначаем данное задание нашим ученикам нашу команду таки вот у нас стоит назначена давайте теперь отправим от нашего учащегося обратно переходим на задание обновим либо же она у нас будет приходить здесь в действиях то есть в команде вот тестовая команда окей открываем это задание ну давайте сразу сдадим чтобы посмотреть как оценивать здесь у нас обратно такие анимации окей переходим во вкладку учителя нажимаем на оценки обратно таки и здесь где оценки уже будет у нас два задания сейчас появится да вот задание один уходит вправо и вот тест с рубриками у нас было дом нажимаем на три точки открыть работу учащегося здесь точно так же можно будет просмотреть журнал и вот они критерии оценивания меру первый критерий например прям отлично следующий кликаем второй примеру хорошо и все выставили написали отзыв и нажали готово здесь кстати мы загрузили просто как презентацию нажимаем закрыть а здесь отзыв есть на критериях оценивания есть отзыв отдельно окей отзыв по всей работе например нажимаем вернуть и ученик сможет увидеть именно уже ошибки да либо же что он сделал и не сделал именно по рубрикам конкретно описание так переходим к ученику вот оценки обратно таки вот здесь тест рубриками у нас возвращено без баллов так давайте зайдем обратно в задание чтобы увидеть какие рубрики мы сделали а какие нет переходим к выполнено вот тест с рубриками вот вот мы видим отзыв по всей работе которую мы с вами оставляли баллов у нас здесь нет и заходим критерий оценен для второго задания и в этом окне у нас будут показаны наши рубрики вот мы отметили первое то что было отлично а второе то что хорошо и и такой вот отзыв который мы написали ну здесь можно будет ничего не писать а написать именно отзыве который был до этого и на этом принципе все здесь закроем вот они у нас задание а по типу заданий который тест там у нас идет обыкновенный google forms ссылка на google forms также будет доступна здесь в описании либо же мы сделаем такое примечание здесь вот создаем тест то есть тест будет создаваться уже на основе google forms да и если у вас уже есть готовые формы кстати вы можете прикрепить как задание окей всем спасибо